Мы с вами будем изучать, что такое победа над судьбой. Что такое судьба? Это сила, которая влияет на нас. Что это за сила? Это невидимая сила. Это не сила кулака мужа, допустим. Не сила телевизора соседа. Хотя эта сила может влиять через эти источники. Понимаете? Вот через эти механизмы судьба может влиять через соседа, через телевизор. Через собачку, которая какает на пороге. Почему-то именно твоей двери, а не другой. Ну, покакала бы, допустим, у другого соседа. Почему она у меня именно как? Потому что так действует судьба. А судьба, она почему действует? Потому что есть закон определенный в этом мире, который мы не знаем. Это закон справедливости. Или закон, который соединяет наши мысли и поступки с нашим будущим. Вот мы живем, у нас есть будущее, да? И вот какой поступок мы совершили, такое влияние он оказывает на будущее. Вот верьте или не верьте, но вот сейчас то, что происходит в моей жизни, я это вижу, вот я могу чувствовать в своей прошлой жизни. 12 жизней назад я совершал очень нехорошие поступки, жесткие такие, в отношениях со старшими, духовно развитыми людьми. И из-за этого сейчас я получаю наказание. Буквально с нуля, просто с пустого места началась жесткая такая ситуация в моей жизни. Вот. Это результат того, что было 12 жизней назад. Представляете, как давно. И все равно, как бы, ничего не сделаешь. Раз, как бы, сделал какие-то проблемы, то тебе тоже будут теперь проблемы. Вот. Это так действует судьба. И приходит, как время, когда это происходит действие. Что такое время? Время – это энергия, которая включается с помощью определенных вещей. Например, направление. Стороны света включают время. Вот, допустим, есть Запад. Хочется в Европе жить, Олег Геннадьевич. Вот это направление, Запад. Запад. Что делает с жизнью человек? Запад. Что делает с жизнью? Увеличивает. Количество денег. Уменьшает количество свободного времени. И увеличивает количество работы. И уменьшает количество отдыха. Если хотите жить, как лошади, ну, по-русски сказать, то туда, на Запад. Там будете много работать, больше денег и меньше времени. Дальше, как бы, куда едем? Сейчас будем решать, куда еще Баксар поедем. Вот. Дальше направление – Восток. Самоосознание увеличивается. Работа над собой увеличивается. Количество денег уменьшается. Количество свободного времени увеличивается. Восток. погружение уже в работу над собой идет. В направление, где человек больше развивается, как личность. Но денег может быть меньше. Может быть не быть, а может быть. Но там уже возможности меньше. Запад сам предназначен для зарабатывания денег. Там все ради этого живут. Но Восток уже, как бы, так не настроен. Юг. Увеличивается количество счастья. Уменьшается продолжительность жизни. Север. Увеличивается, ну, как бы, погружение в себя. Север. Ну, как бы, увеличивается созерцательное такое состояние. Увеличиваются аскезы в жизни. Но, как бы, с продолжительностью жизни непонятно. Все зависит от того, какой север. Если это крайний север, то там точно продолжительность жизни не будет увеличиваться. Но аскетизм человека, его выносливость, терпимость, сила будет увеличиваться. Часто бывает так, что человек уезжает на юг, допустим, в Краснодарский рай. Краснодарский рай, я хотел сказать. Вот. Ну, все хотят в Краснодарский рай. Вот. Переехать из Чебокса. Ну, как минимум. А лучше вообще в Италию. Если уж на то пошли. Двигаемся. Вот. Чем больше солнца, тем больше ощущения счастья в жизни. И также больше бесконтрольности. Поэтому часто люди, переезжая на юг, через год у них разваливается семья. Почему? Потому что муж там почувствовал счастье. И начал гулять. Эх! Счастье! Ну, а как бы психика не готова для счастья. Для него счастье, вот для развитого человека счастье – это служение людям, молитва. А для неразвитого мужчины счастье – это молодые, я не знаю, как правильно, девушки или бабы. Ну, как, я не знаю, правильно, как сказать. Ну, в общем, молодые. Для неразвитого мужчины молодые девушки счастье. Ну, если девушка изменяет, ну, как бы он с ней изменяет, то это уже не девушка, это баба уже. Ну, видите, разница есть небольшая в этом вопросе. Вот. Так что, куда лучше поехать? Упахаться, остаться без денег, потерять мужа или замерзнуть на льдине? Увезу тебя я в тундру, увезу. Видите, поэтому иногда судьба распоряжается как-то нами, она заставляет поехать на юг или на север. Ну, как бы, кто-то может поехать на юг, но там краски сгущаются жизни. Почему? Ну, потому что там, чем больше, как бы, счастья, тем гуще события. Бразильские телесвилиалы смотрели, там, как бы, очень густые события идут густо. Или индийские, там, там все очень густо. То радуемся, то пиф-паф, там, ну, все, жизнь такая насыщенная. Понимаете? Это юг. Север, наоборот, спокойная такая жизнь, но, может быть, депрессия развится, допустим. Восток – это погружение в самосознание, но денег не хватает. Запад денег много, но времени не хватает. Кто из вас жил на Западе, в Европе, поднимите руки. Согласны, что там сильно сгущается событие, да? Пахать начинаешь, так ведь? Или нет? Нет, кому к тому нет. А что вы там, что вы там делали на Западе? Как, как? Больше возможности работать. Ну, как художник, понятно. Ну, вы же там не отдыхаете, правда ведь? А работаете больше. Ну, пусть художником. Ну, то есть вам нравится работать художником, да? Вы туда поехали, там работать художником. Там вы работать будете больше художником, чем здесь работать художником. Согласны? А тут работы просто нет, а там есть, да? А? Картина дороже стоит? Там и жизнь дороже стоит. Моя хорошая, здесь вы мне не докажете. Вот, допустим, картина дороже стоит. Ну, и квартира дороже стоит. И все дороже стоит. Поэтому там не заработаешь, вот как кажется. Потому что, смотрите, если сравнительный анализ проводить, где больше у людей своего жилья? На Западе или здесь? Да даже сравнения нет. Вон, в Израиль поедьте, там вообще никто в своем жилье почти не живет. Или в Америке. Очень трудно. Или в Европе тоже, во многих странах. Своё жилье, это считается богатым человеком уже. А здесь у всех почти своё жилье. Я об этом как раз говорю. Но я не против того, вот смотрите, теперь давайте дальше движемся. Мы говорим о направлениях света сейчас, да? Я не против того, что судьба может иногда благоприятно складываться, чтобы жить на Западе, или на Востоке, или на Юге. Вот я, допустим, из Москвы в Краснодарский край переехал 10 лет назад. Даже уже 12. Благоприятно складывалась судьба, понимаете? Вот так это произошло. Ну, то есть, такое может быть. И к этому есть причина у вас, в частности, ваше творчество стало причиной. Но это не значит, что на Западе легче жить для нас. Для них нормально, потому что это для них не Запад. Они там живут, это для них не Запад. Для них, допустим, для человека, который живет в Польше, Западом будет Англия. Вот там его напряжет уже. А Россия будет Востоком. Понимаете? То есть, вот человек, где живет, там его и центральная, так сказать, точка судьбы. Понимаете, да? То есть, им там нормально, а нам там будет напряжно уже. А если они сюда перейдут, их тут расслабит, а нас не расслабляет. Ну, понимаете? То есть, мы в этом плане разные. Вот стороны света, понимаете, да, влияют на судьбу. Человек переезжает в какое-то другое место жить, будет оказывать это место, на него влияние определенное. Так же культура, допустим, на Восток, когда человек едет, там увеличиваются межличностные отношения и уменьшаются административные отношения. Вот для того, чтобы работать на Востоке, нужно иметь знакомство, а не выполнять законы. А вот на Запад, когда ты едешь, там не нужны знакомства, там нужно выполнять законы. Понимаете, в этом тоже разница в направлении. Юг более интенсивная жизнь. Там надо интенсивнее, быть больше сообразительным, активным, жизнерадостным. Вот. Север более спокойная жизнь. Надо тоже ее принять. Более размеренная спокойная жизнь, Север. Вот так примерно распределяются направления. Теперь лучше всего, где жить. Там, где ты живешь. Но иногда бывают исключения. Как они срабатывают. Так вот, как девушка сказала. Я туда приехала, и мне там стало хорошо. Это показатель. Но это не значит, что у всех будет то же самое. Понятно? Как определить, допустим, переезжать или не переезжать? Если тебя куда-то тянет сильно, то не переезжай. Потому что, когда тебя сильно тянет, это и есть подвох. Вот само сильное желание, когда тебя рвет, желание как будто... Вот в это время нельзя никаких действий делать, потому что это опасно. В это время теряется разум, и человек не может почувствовать судьбу. Понятно? Самая идея по себе, возможно, и такая. Может быть и надо, но не сейчас. Надо сначала, когда успокоится сердце, просто съездить на отпуск и пожить там. Ну, взять и пожить просто. Как будто ты не отдыхать приехал, а жить. Снять квартиру, пожить месяц. И посмотреть, как тебе люди там, как... Возможность поспрашивать про работу там. Просто пожить, попробовать. И ты почувствуешь уже вот эту вот... Ну, судьбу там свою. Люди часто думают, что там очень хорошо как бы жить, но когда начинает жить, совсем другая песня. И еще есть один момент, который тоже надо понимать. Когда человек уезжает на юг и на запад, семейные связи уменьшаются. А когда человек уезжает на север и на восток, семейные связи укрепляются. И если у тебя, допустим, семейная судьба слабая, а ты на запад уехал, то тогда она вообще будет никакая. А если на восток, может быть, и будет лучше. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть здесь тоже это надо все учитывать, вот эти все вот вещи, когда ты перемещаешься куда-то. Потому что стороны света влияют на судьбу. И тоже вот спать куда, допустим, в какую сторону. Вот я, допустим, у меня горячий организм, я на север люблю спать. На восток всем хорошо спать, головой на восток. Некоторым людям, которым холодно, допустим, по жизни, им на юг хорошо спать, они согреваются. Ну, то есть направление света, даже когда спишь, тоже влияет. И можно проверить, как тебе комфортно вот спать. Ну, какую сторону. Видите, судьба, это означает стороны света. Дальше, что такое судьба еще? Означает также движение планет. Почему? Потому что у нас судьба находится вот здесь в области сердца. И там находится такая система, которая вытаскивает... Ну, вот смотрите, есть такой, ну, как мячик футбольный, да, такой. У него есть покрышка и внутренность. Да? Только отличие какое? Вот в этом футбольном мячике судьбы там покрышка, она соткана, тоже такая же плотная. Она соткана из поступков, которые мы совершали в прошлых жизнях. А внутренность там заполнена водичкой. Вот эта водичка, это энергия счастья, или ощущение счастья, которое мы чувствуем, это как раз внутри этого шарика. А в самом центре этого шарика нахожусь я. Я, я это такая маленькая частичка с атом, духовный атом. Не материальный атом, а с духовный атом, на духовном пространстве. И эта частичка называется душа. Я, не моя душа, а я душа. Потому что когда души нет, меня тоже нет. Вот когда душа выходит из тела, меня тоже в теле нет. Душа это я, а не моя душа. Вот душа моя, моя, моя вот рука. Я руку отрезал, я остался, остался. А душа вышла, я не остался в этом теле. Понятно? Я, это не моя душа, я душа. Вот душа находится внутри шарика этого. И она испытывает, на себе испытывает судьбу. Сзади шарика находится Бог. В каждом теле две души. Есть сверхдуша, Господь. Господь Бог один. Но Он может существовать в теле каждого человека. У Него есть такая возможность. Он необычная душа. Высшая душа. Поэтому Он может в теле каждого человека существовать, как Личность. Которая дает энергию для жизни этого тела. По желанию души. По щучьему велению. По моему хотению. У меня есть хотение. Я хочу жить. А Бог дает мне эту энергию. По Его велению. Протекает моя жизнь. Если мне не положено, допустим, руку поднять. Меня парализует руку. Не положено по судьбе. Значит, Бог не может дать мне эту энергию. Потому что я набедокурил. И у меня раз парализовало руку. Я уже без руки живу. То есть, это не то, что если у меня есть рука, я могу ей всегда пользоваться. Это уже не всегда возможность такая есть. Это надо понимать. Итак, сзади живет, находит сверхдуша. Я душа. И сверхдуша определяет законы, по которым я живу. А законы такие. Есть хорошие поступки, которые приближают меня к Богу и к людям. А есть плохие поступки, которые отдаляют меня от Бога и от людей. И от правды. И вот когда я совершаю плохие поступки, тогда моя жизнь становится тяжелее. Почему? Потому что из этого шарика в воду счастья, а это вода, это энергия счастья, это ощущение счастья, заходит. Такая тугая субстанция, которая движение счастья уменьшает. То есть, мы называем это грязью или грехами. То есть, энергия, которая приносит плохое настроение, тяжесть в жизни, трудности какие-то, неприятности и так далее. И чем ближе к душе вот эта вот песчинка судьбы, или судьба на санскрит называется карма. Карма, сказала ворона и съела червячка. Чем ближе к душе песчинка судьбы приближается, тем дальше от меня влияет судьба. Вот очень близко к душе близкие родственники бросают, с работы выгоняют. Это уже судьба действует не внутри меня, а снаружи. Вот когда песчинка судьбы выходит совсем снаружи, вот на наружную часть, это мы чувствуем. Потому что там находятся наши мысли, эмоции. Когда она глубже проходит, посередине где-то, это зона здоровья. И там мы тоже чувствуем, но не понимаем, что такое, почему почки болят. Мы не понимаем. Но туда судьба может сразу резко пройти, и тогда здоровье. Блокируются психические каналы в организме. И когда совсем туда глубоко ушла судьба, тогда начинают люди бунтовать против меня. Они сначала чувствуют, что я плохой, потом начинают меня предавать, мучить. Изменять мне, насилие надо мной совершать. Так судьба действует. Теперь, как это происходит? Вот все планеты, которые движутся, и звезды вокруг нас, они все имеют психическое тело. Так же, как Земля. Мы говорим, Земля – мать. Мать, она, потому что она имеет психическое тело. Если люди очень любят Землю, мать или природу, можно так называть, то они получают много сил для жизни. Вот здоровье или возможность жить – это энергия Земли или Матери. И если человек радуется Земле, вот мы завтра побежим, будем радоваться Земле, желать всем счастья, радоваться снегу, холоду, солнцу, людям. Когда человек радуется, он получает силы. Вот смотрите. Итак, вот эти песчинки судьбы, они в результате движения планет активизируются. Потому что планеты, соединяясь со сторонами света, создают определенное настроение. И когда настроение плохое, соответствует какому-то греху, который мы совершили в прошлом, тогда это взаимодействует с этой песчинкой судьбы, она выходит в озеро вот этого счастья, которое внутри нас находится. И в этот момент начинается тяжелый период жизни. Эта песчинка судьбы будоражит, как бы, или на уровне мысли меня, мыслей и желаний, или на уровне здоровья, или на уровне событий глубоко. Будоражит мою жизнь, меня, понимаете? И начинается расколбас. И человек думает, в чем причина? Кто виноват? Может, меня сглазили, испортили? Кто на пужа на моего повлиял? Я нормально жил, и потом ба-бам, что-то с ним пошло. Влияет судьба всегда. А как бы, там внешняя причина всегда найдется. И есть три-четыре основные силы, которые влияют на судьбу. Убирают эти песчинки, вот берут, делают так, чтобы она не действовала. Она стоять там все равно будет, ты с ней ничего не сделаешь. Но действовать будет слабее. И приходит время, когда время приходит, другие планеты встают, и ее эту песчинку убирает. Понятно, да? Она уходит. Или сгорает. То есть она отрабатывается и сгорает. Так вот, есть три энергии судьбы. Первая энергия судьбы называется воля. Или желание жить. Это одно и то же. Она побеждается, и вот когда приходит такая песчинка судьбы, парализуется воля. Человек не может в жизни чего-то достичь. Не может себя заставить. У него вредные привычки активизируются. Он чувствует безысходность в жизни. У него нет возможности что-то сделать. Понимаете? У него страдает воля. И эта воля, ну, побеждается длительным движением. Вот завтра мы это будем делать, усиливать волю к жизни. Второй вид песчинок. Увеличивать чувствительность у человека. И связано это с энергией знания. Когда человек нервничает, когда он получает знания. А это в основном то, чем мы занимаемся, потому что мы зарабатываем через знания сейчас в жизни. Мы сидим и заработаем мыслями, зарабатываем. И нервничаем часто. Мы что-то не понимаем, нервничаем. В результате копится другой вид напряжения в психике, который называется статическое напряжение. Или повышенная чувствительность. Или жар в теле. Это одно и то же. У человека увеличивается обидчивость, ранимость. Жар в теле, воспалительные процессы. Раздражительность, гневливость. Когда копится, теряется воля, то копится напряжение в теле, скованность. Спазмы начинаются. Суставы, позвоночник, боли тоже. Это первый вид судьбы, боли. Второй вид жар, воспаление судьбы. Чувствительность, аллергия, сахарный диабет, астма. Все это второй тип судьбы. И третий тип судьбы, когда третий вид песчинки идет внутрь, то он создает нарушение движения энергии счастья. Первая энергия – это желание жить или воля. Вторая энергия – это знание или чувствительность повышенная. И третья энергия – это счастье или неправильное движение энергии счастья. Приводит к лене человека, к токсинам, к лишнему весу, к опухолям, к вирусам. Понятно? И побеждается это постом на воде. Но второй вид энергии жара побеждает с неподвижным положением тела. Человек не двигается, и у него жара потухует из организма. Песчинка – это перестает действовать. И когда человек сталкивается с третьим видом судьбы, когда у него мысли спутываются, он теряет счастье в жизни, становится печальным, печальным становится, депрессивным, несчастным, и ничего не соображает, побеждается это постом на воде. Запомнили? Три аскезы, убирающие, нейтрализующие влияние этих песчинок судьбы. И есть еще одно действие, которое сжигает и приносит удачу в жизни человека, сжигает силы вот этой песчинки, это память о Боге. Потому что судьба заставляет человека думать о себе. Вот как определить, что у меня тяжелая судьба? Я постоянно думаю о своей жизни. Даже спать не могу, постоянно думаю. Значит, судьба очень тяжелая. И если я начинаю защищать свою жизнь постоянно, это уже значит, что судьба жестокая, значит, нападение идет на твою жизнь. И кто в нашей жизни больше всего несет нам энергию судьбы? Наши близкие. Вот мы себе сами выбираем. Как это происходит? Это называется сердечная связь. Когда человек встречает близкого человека, то Бог открывает ему самое лучшее, что есть в этом человеке. Потому что у человека есть две составляющие. Есть божественные качества, а есть человеческие. И у него вот энергетика распределена вот так вот по грудь. Вот верхние психические центры несут божественные качества человеку, а нижние психические центры несут человеческие качества. И когда человек видит свою судьбу, то Бог ему открывает божественные качества этого человека. И, допустим, парень видит девушку, и он что в ней видит? Он в ней видит нежность, красоту, доброту, верность, желание заботиться. Видит в ней повышенную такую чувствительность, такую как бы восприятие, более тонкое восприятие мира. Он видит в ней. И душа, которая находится в мужском теле, нуждается в этих качествах, потому что в ней они не раскрыты. Когда душа в мужском теле, не раскрыты эти качества, нуждается душа в этих качествах. И она так удивляется очень сильно, восхищается сразу, сердце путает ритмы свои. Ну, то есть восторг такой начинается. душа чувствует счастье, когда она видит вот душу родственную. Родственную душу какую? Что значит родственную? Это значит, что судьба похожая. Это значит, что этот человек может может легко тебя принести счастье, если тебе по судьбе положено счастье, и легко тебя замучить, если по судьбе тебе положено несчастье. Это называется родственная душа. Ну, понимаете, дело в том, что как бы вот у нас немножко здесь представление свое в этом плане. Почему? Потому что, допустим, представьте себе курочку, у которой несет золотые яички из чистого золота. Понимаете, это хорошо. Ну, правда ведь, да? Курочку завели, раз яичко принесла, положил на весы чистое золото. Ну, сколько там, много грамм получается, работать не надо, курочку кормить. Есть только одна проблема. Она жрет, как прорва. Чтобы золотые яички как бы нести, нужно ее очень сильно кормить, не заработаешь, она жрет и жрет, как не знаю кто. И некоторые принимают решение отрезать голову. Ну, чтобы как бы она не жрала, а яйца золотые несла. Не получается. Точно так же, как бы, точно так же вы видите близкого человека, с одной стороны приносит много счастья, а с другой стороны много страданий. Потому что так устроена судьба. Потому что в женщине кроме вот этих божественных качеств есть еще человеческие качества, которые именно и будут тебя мучить. Но ты их сейчас не видишь. Когда ты увидел свою судьбу, ты их не можешь увидеть человеческие качества, потому что это сюрприз. Ну, сюрприз по-русски. это сюрприз. Все нормально теперь мы перешли уже на нашу. Ты доволен? Вот. Это сюрприз, понимаете? какой, в чем сюрприз заключается? Вот в чем мужчина не ожидал вообще такого человеческих качеств с женщиной? Женщина очень чувствительна по природе. Это неправильно, это не так, это не могу делать, хватит, все, не могу. Ну, то есть, она очень чувствительна по природе. и он не ожидал. Ну, как-то так, ну, и то не сяк, и все не сяк, и это, и пятое, и десятое, и что делать, непонятно, рядом с ней вообще. Не ожидал. Первое, это первое, ну, только первая проблема. Есть много вообще проблем. И он думает, что у него женщина не будет иметь эти проблемы. Но в этом плане женщины примерно все одинаковые. Вторая проблема, какая у женщины есть, вот повышенную чувствительность мы решили, да? Вторая проблема, или мы не рассказываем проблемы? Рассказываем? Нормально? Мы знаем и так, да? Они пусть знают наших, знают наших. Вторая проблема. женщина хочет любви, потому что она для этого родилась. А любви означает внимание к себе, заботы, ласки, качественных отношений. означает, что муж должен удивляться. Вот, например, когда я дома еще был, вот сейчас я поехал уже в поездку, когда я дома был, когда жена что-то приготовит, я должен падать в боморок за столом. Ну, так, как бы, падать в боморок не по-настоящему, а, ну, хотя бы как-то. И разок, когда она, я сел за столом, я думал о другом. И она, когда принесла блюдо, которым она меня сильно хотела удивить, я на него смотрю, а думаю о другом. И она мне говорит, если ты в боморок падать не будешь, я тебя вообще кормить не буду. Она мне так сказала. И я сразу как какое блюдо. И сразу сильно удивился. Ну, то есть женщина хочет любить. Вот я падаю в оморок, допустим, а у вас как в семье будет, это решает она. У каждой женщины создают свои приколы в которых ей хочется жить. Мужчина должен этому следовать, иначе она его не будет любить просто, и все. Одной хочется, чтобы муж падал в оморок, когда ее видит, или видит, что она приготовила. Другой хочет, чтобы он наоборот на нее смотрел вот так по-доброму смотрел. Вот. Третье хочется, чтобы он с ней разговаривал. Вот сел вот так разговаривал. Как у тебя дела? Да, я понимаю. Это важно, важно. Хотя, женщины, должны знать, что мужчина нифига в этом не понимает. Ему это 100% абсолютно не важно. И вот все, что вы от него хотите, это просто его способность любить. Потому что есть люди воспитанные или знающие женскую природу. И они поэтому так себя ведут. А есть мужчины дубовые, которые не знают женскую природу. И поэтому так себя не ведут. Но чтобы ему было важно это, извините, не получится, потому что он не женщина. Это называется просто служение. Вот допустим, моя дорогая, как у тебя дела? Как у тебя настроение? Мужчине никогда не будет важно. Ему будет важно, чтобы вы были счастливы, если он развитый человек. И это означает, что ему будет важно, какое у вас настроение, и как у вас дела, и как все у вас получается в жизни, как вы себя чувствуете, понимаете? И так далее. Следующий прикол, который есть у женщины, это лень. Ну, то есть, лень или желание счастья, это то, что женщина считает своим приоритетом. Ну, допустим, вот мужчина, когда женится, не знает, что женщине нравится, очень нравится, когда он работает. И если он работает очень много, ее это беспокоит, но все равно нравится. Если он упахался уже, она счастлива. Она может беспокоиться, конечно, начинает, что ты не слишком много работаешь, но ей нравится. нравится. Но мужчина, есть еще одна проблема, которую вы не знаете. Самой работать для мужчины ей не нравится. Ей нравится работать для своего удовольствия. И столько, сколько ей нравится. Все, вот с этим, пожалуйста, примите, это у всех женщин одинаково, ничего не сделаешь. Здравствуйте, Олег Геннадьевич, очень рада присутствовать сегодня на вашей лекции, чуть-чуть волнуюсь. У меня вопрос про мужа. Такая ситуация, когда мы с ним познакомились, у нас сейчас ребенок, мы 4 года вместе, я много не знала о его финансах. И такая ситуация сложилась, как бы я прошло время, понимаю, что если бы я ранее об этом узнала, я бы на это не согласилась. И у меня идет... Большие долги, что ли? Да, большие. Ну, как бы для него, в его глазах, он мне объясняет, это вообще пустяки. Но я вижу, что это создает... Сколько, какой долг? 600 тысяч. Сколько он зарабатывает, получает? 120. Нормально он отдаст. Сейчас проблема, смотрите, не в долге, а в том, вам надо вот каким путем идти. Вам надо... Вам надо... У него есть особенность такая, он очень зажигательный человек, и он любит финансовые какие-то идеи, или что-то покупать, или что-то развивать, понимаете? вам надо свою женскую природу применить и попросить его, давай, закончим сейчас пока финансовые идеи, давай будем стабильно гасить долг. Вот по его судьбе и по вашей судьбе легко вы можете гасить долг по 20 тысяч в месяц. Вот легко. Вот. и это получается уже год, это уже сколько получается? 200 тысяч, да? Уже не 600, уже 400, уже более-менее нормально. Понимаете? Давайте вот этим путем пойдем, потому что знаете, вот как бы вот так вот решить, ну как бы не нравится мне это, и все. Вы уже разок так решили, вспомните у вас в жизни уже был такой вариант, потом пожалели. Понимаете, у вас есть такая склонность, вот. Мне хочется очень быстро все бросить, ну вот такие тяжелые моменты. Да, да, у вас вы уже разок бросили, и потом были на Луну. Понимаете, вот не надо, вот нормальный мужик, все, немножко как бы не понимает ситуацию, вы женщина, вы сердце мужа, да, сердце, понимаете глубоко, что это опасно, 600 тысяч долг опасно. хорошо, сдерживайте его, в его желаниях потратить деньги, говорите, объясняйте ему, пытайтесь ему доказать это, идите этим путем, воспитывать, вот смотрите, в чем ваша проблема, в чем главная проблема, не в том, что 600 тысяч долга, а в том, что вам не хочется вот свои силы тратить на воспитание мужа, а надо, потому что каждая женщина, когда выходит замуж, она обязана тратить свои силы на воспитание мужа, потому что больше кроме нее его воспитывать некому, понимаете, только она видит его проблемы, и ей только вот Бог дал знание, что их надо убирать как-то, и вот вы в это не хотите просто включаться, понимаете, тратить на это силы, в этом главная проблема не в том, что у нее 600 тысяч долг, этот долг вы можете легко убрать, понимаете, просто вы сейчас не хотите париться, вот в чем проблема. Мне кажется, вот за столько времени уже морально истощилось, и уже нет ресурсов. Это тема сегодняшней лекции, вот здесь проблема, видите, это называется динамическое напряжение, нет воли, не хватает воли общаться по-доброму с мужем на эту тему. Длительное непрерывное движение, завтра у нас, смотрите, завтра с Олег Геннадьевичем, который бегает раз в 6 дней, не каждый день, и вот, допустим, в Питере им не повезло, я сейчас был в Питере, пробежки не было, а у вас в 7 30 утра завтра около мужского монастыря, прямо вот напротив монастыря, на набережной, мы начинаем пробежку, или кто-то бежит, кто-то со мной бежит, кто-то бежит не со мной, кто-то идет, кто-то ползет, кто-то лежит и мотает руками ногами для того, чтобы побеждать судьбу там возле мужского монастыря, в общем, все приходят, чтобы побеждать судьбу, каждый побеждает как может, а мы будем бегать туда-сюда по километру в одну сторону, в другую, и когда пробегаем мимо вас, будем говорить радость, счастье и вдохновлять вас, понятно, что надо прийти, и когда вы один раз придете, в следующий раз вам захочется уже так делать, или ходить длительно, или бегать, потому что вдохновение это самое главное в жизни человека, вот сам человек не может себя вдохновлять ходить, но если он завтра приходит, то он обязательно будет это делать потом, понимаешь, и вам надо прийти, я постараюсь, просто у меня грудной ребенок, но я попробую, одевайте грудного ребенка, коляску его, и у меня в Питере была одна женщина, которая бегала с коляской с нами, а потом мы начали по очереди помогать эту коляску, катить, бежим, представляете, она бегала с коляской там, ребенку хорошо, потому что когда ребенок на свежем воздухе, он лучше растет. Да, я согласна, мы каждый день гуляем, но в этом проблемы нет, я просто хотела бы сейчас понять, что мне нужно сделать. Вам нужно длительное движение, потому что у вас волевые силы закончились в организме, у вас нет воли для того, чтобы жить со своим мужем, и вы сейчас нашли причину, которая вас вдохновляет от него сбежать. Почему вы хотите сбежать? Потому что у вас нет воли жить с мужем, у вас закончились волевые силы, которые вырабатываются с помощью длительного движения. Это тема сегодняшнего семинара, и вы приехали, понимаете, к этой теме, а вот эта вот тема, что 600 тысяч, это уже как бы было бы за что вообще бы убило. понимаете? Ну, то есть, это... Ну, это не причина, да, я понимаю. То есть, это является как бы зацепкой больше для вашей психики, а причина усталость. Вы устали с ребенком, вот, у вас волевые силы кончились, и ваша природа такая, когда вы устали, надо все бросить и свалить. А вот эту природу в себе надо побеждать, потому что это опасно для вас, вы разрушаете таким образом свою жизнь, уже влетели один раз на это, зачем вам второй раз опять делать то же самое? Точно. Куда легкий начинает? Точно. Не хочется, поэтому, да. Так не делайте, кто вас заставляет. Хорошо, спасибо. Накопите энергии в результате длительного движения, и все будет нормально.